Докладчик Докладчик Единый представительный орган, состоящий из двух профсоюзных комитетов. Один профсоюзный комитет, это профсоюзный комитет профсоюза Докеров, а другой профсоюзный комитет КРВТ, профсоюза работников водного транспорта, работников механизации. Ну, в общем, весь смысл в том, что он заключен между западателем и работниками. И несколько интересных положений, которые мне кажутся наиболее интересными. Первое, это то, что коллективный договор действует до подписания следующего коллективного договора, но не больше шести лет с момента подписания его. А что это за интересное, если это в законе записано? Ну, в законе, как раз написано, что он действует не свыше чем... Шесть лет. Больше чем три года. Нет. Три года. Нет, три года, а после этого он может быть продлен еще на три года. Да, может быть продлен. А у них же тоже отдельно надо продлевать его. Все равно надо продлевать. Там он не действует просто так, на шесть лет. Нет такого. То есть тут ничего тут нет нового. То есть, если интересно то, что в кодусе, конечно интересно, но оно не выделяет этот коллективный договор. из других норм права совсем ничего что я буду так немножко перебивать вы должны в жизни все время будут вам мешать по дороге вы что-то будете делать хорошее всегда будут кто-то что-то говорите мешать то что коллективный договор является своего рода стандартным для других нормативных актов и нормативные акты которые были приняты до подписания коллективного договора последующей должны будут приведены в соответствие с этим коллективным договором то есть никакая норма не может свести на нет эти положения данного коллективного договора третий любопытный момент по уменьшается в том что никакие изменения в организации не могут сказаться на действий коллективного договора к примеру реорганизации, изменение структуры, изменение состава, смена собственника, там разрыв этого трудового договора с генеральным директором, который подписывал этот коллективный договор. Даже, по-моему, если было принято решение ликвидации, коллективный договор действует в период ликвидации. И четвертый момент, самое главное, это то, что любые решения, которые принимает работодатель, они не могут быть приняты без письменного согласия правкома. То есть, таким образом, работники получили возможность влиять на политику организации. Любые, нельзя сказать, там не любые, которые связаны, затрагивают интересы работников, там очень четко определено. Не любые, а те, которые затрагивают существенные интересы работников, все, не могут быть. Теперь я расскажу о основных преимуществах, которые получают работники с подписанием данного коллектива, коллективного договора и обязательствах, налагаемых на работодателя этим коллективным договором. Первый вопрос касается организации производства. То, что трудовой распорядок, то есть, правила приема на работу, правила увольнения, разрабатывает работодатель, и он должен обязательно согласовывать это с правком. А затем... Как вы понимаете, согласование пока в ваше отсутствие? Тут выяснилось, что некоторые товарищи не совсем понимают, что такое согласование. Как вы это себе представляете? Вот я генеральный директор. Я приготовил проект. Что я должен сделать? Проект приказа. Ну, как проконсультироваться с правкомом? А что я с вами консультируюсь? Я грамотный. Что это консультироваться? Зачем консультироваться? Согласование состоит в том, чтобы консультироваться. Это учет мнения. Учет мнения состоит в чем? Вы учет мнения отличаете от согласования? Вот в кодексе сейчас, в нынешнем, везде учет мнения. Нет согласования ни в одном пункте. Учет мнения состоит в том, что я приготовил проект приказа, отправил вам. Вот. Вы, если согласны, подписывайте. И все. Я сдаю это дело. Подписываю и готово. Если вы не согласны, я должен с вами проконсультироваться. Приглашаю вас на чашку кофе. Мы с вами консультируемся. Говорю, вот я задумывал вот такое изменение. Вы говорите, я против. Ну, что ж против. Важно, что мы с вами сейчас консультируемся. После консультации вы должны принести свое мотивированное. От вас обоснование не требуется, а мотивированное возражение. Да? Я почитал его, положил его под сукно. Попили мы с вами кофе. После этого что? После этого я издаю то, что я собирался издавать. Тот приказ, который собирался. Вот и весь. То есть, вам очень нравится, что разговор был проведен, что кофе попили. Это имеется в виду, что это такой сильный. А интересы тут при чем? Ваши интересы? Ваши интересы никто не учитывает. Я то, что собирался принять, то и принял. В чем ваша роль? То есть, что вы сделали благодаря этой процедуре учета мнений? Задержали принятие приказа. Я как в таких случаях поступаю? Я начинаю его просто раньше готовить. Только и всего. И тогда я получаю приказ тогда, когда он мне нужен. Поскольку я знаю, что будет такая процедура. То есть, процедура учета мнения никоим образом не отменяет намеченных действий работодателя. А вы, после того, как я издаю приказ, можете идти в суд. Но в суд вы всегда можете идти. Это ваше дело. Если вы будете по каждому поводу ходить в суд, судяшник будет. Только и всего. А в чем согласование состоит? Вы же о согласовании. То, что вы сказали. Вот тот случай, когда это правильно. Надо правильно понимать. А в чем согласование состоит? Вот я приказ приготовил. Проект отправил вам. Два варианта. Первый вариант. Вы подписываете. Согласны с этим, да? Я его подписываю и пошел. Второй вариант. Вы не согласны. Что дальше? Должен составляться, по-моему, протокол разногласий. Ну, вот. Ничего подобного. Неправильно. Никаких протоколов. Вы не согласны, и все. На этом. Никакого приказа. Я такого не издаю. Нет, не согласована с правком. Все. Точка. То бы семья вот ее решила уволить. Потому что она вот, понимаешь, все пришли, как были. Она уже заранее знала, что будет холодно. И чувствуется, что вот. Я ее уже подозреваю в том, что она от ремонтников. Ну, вот. И решил ее уволить. Раз вам назвал. Приказ об увольнении. Ну, пока не подписано. А выговорит, не согласовано. Ну, все. Теперь я уже, если хочу с вами воевать, я могу в суд обращаться. Я говорю, ничего больше не могу. Вот и все. То есть согласование по тем вопросам, которые затрагивает, что дает? Это дает гарантии работникам надежности. Свет отключили, да? Да. Свет отключили. Ну, у нас независимая аппаратура. Кто не волнует? Отключите. На батарейку. Да, ну, у вас тоже все независимое, так что продолжайте. Так что это очень важно. Это очень важно и важно правильно понимать. Потому что как выяснилось, вот, и прошлые, так сказать, тут, прошлые докладчики сначала тоже по этой колее шли и вы. То есть это очень сильные меры. Нет и все. Вот нельзя. Нет, мы не даем согласия на увольнение и все. А? Через суд или переговор можно решить этот вопрос? А это потом переговорить сколько угодно. Вот приказа нет и все. Я не имею права издать приказ без согласия правкома по этим вопросам. Вот по поводу того, какой станок поставить, это другое дело. А вот ухудшить ваше положение не могу без вашего согласия. Но если вы согласны на ухудшение вашего положения, подписывайте и я издам приказ. Вот. И также представители работников получают право совещательного голоса в совете директоров, что также позволяет влиять на политику организации. Ничего не позволяет. Абсолютно. Вот. Это вроде того, как я вот вам даю право совещательного голоса на зачете. Можете высказываться, по поводу ставить вам зачет или нет. И что? Ну... А кто будет ставить зачет? Ну, как вы повлияете? Ну, я вам дам. Ну, это зависит от количества участников, которые принимают. А? А если мало участников... Ну, он один человек в совете директоров, и вот пришел там бедный сидит, председатель правкома, и говорит, мы не согласны, профессиональный организаций не согласны. А что тогда они будут вообще прописаны, если... А для того, чтобы вот вас ловить, чтобы вы думали, о, какую им возможность дают представительство, вроде как красиво, для красоты. А смысла это никакого нет. Точно так же, как миноритарные акционеры. Если у меня 5 акций, а у вас 250 тысяч. Что я делаю? Я вот имею право голоса. И что при этом? Ничего. Вы приходите и говорите, я предлагаю выбрать меня, то есть вас, председателем. Я говорю, я против. Мы голосуем. У вас 250 тысяч голосов, у меня 5. Дальше. Вы предлагаете избрать состав совета директоров, вас председателем. Я говорю, я против. Вы голосуете, у вас 250 тысяч, а у меня 5. Я возмущаюсь и говорю, а у нас вообще кворума нет. У нас, смотрите, собралось меньше, чем, так сказать, половина. А тогда это нарушение. Тогда вы говорите, ну что ж, тогда мы отменяем и переносим на следующее собрание это все. На следующем собрании по закону об акционерных обществах решение принимается независимо от количества акций. Опять вы приходите, у вас 250 тысяч голосов. А я вообще не прихожу, потому что я почитал закон и думаю, мне там нечего делать. Я только буду все время выступать, но от этого решения нет. И вы все, что наметили, решаете, ну через месяц или через полтора. Вы снова должны регистратор всем разослать, бабушкам, которые там на Дальнем Востоке, где-то в Сибири, в деревнях, где им толкнули какие-то акции. Вот они, так сказать, всем им послать, обязательно подтвердить, что все получили и так далее. Вот это практика, реальная практика. Отсюда и демократия. Поэтому, когда мы видим, что, когда голосуют за президента или там за депутатов Госдумы, то же самое, никого не интересует, сколько пришло. Ну пришли два человека, Пудин и Медведев. Голосование должно состояться, законно? Да. Ну все. Следующий вопрос по обеспечению. Самый главный пункт, по-моему, в том, что в случае каких-то изменений, опять же, в случае реорганизации, работодатель не имеет права по собственной инициативе уволиться работника. И в случае, если даже ликвидируется какое-то ее подразделение, то работодатель обязан найти работу в другом подразделении на той же вакансии. И в случае, если нет подобной вакансии, он должен как-то помочь работнику найти, устроить его на другую организацию преимущества в портове. Следующий вопрос касается охраны труда и здоровья. На мой взгляд, самый главный пункт здесь заключается в том, что работодатель должен обеспечивать работника достоверной информацией о состоянии рабочего места, какие риски существуют на этом рабочем месте и финансировать мероприятия, направленные на снижение вот этих самых рисков. То есть, постоянно повышать безопасность труда. То есть, я информировал вас о том, что, возможно, вас здесь какой-нибудь груз убьет. Уже хорошо, да? Ну, там должны быть мероприятия, направленные на то, чтобы... Ну, мероприятие у меня рассчитано на три года, а убить вас может через месяц. Ну, вот я вас о рисках проинформировал. Потом, если что сказать, так я вас проинформировал о рисках. Потом же, по-моему, если существует какой-то опасный труд, то должны либо, если не ошибаюсь, зарплату как-то повышать, и какие-то льготы предусмотрены. В этом есть смысл. Какая вам разница, какая будет зарплата, если вас не будет? Ну, так? Ну, по сути, да. То есть, с одной стороны, он вроде какой пункт. Трудно написать тут какой-то пункт. То есть, вопрос в том, что вот такого рода гарантии мы там обеспечим, предупреждаем. Как вот обеспечить безопасность? Начинать надо с мероприятия, видимо, а не с информированности. Мероприятия должны быть такие, которые приводят к... То есть, работодатель должен составить план, не просто план, который приводит за короткое время к изменению технической основы производства. Правда? Потому что, если у вас техника такова, что она может оторвать вам руку новую, то никакими предупреждениями ничем это дело не решишь. То есть, надо подумать, какие изменения сделать в самой технике, в организации, в технологии производства. Что касается рабочего времени, то, на мой взгляд, главный пункт в том, что все сверхурочные работы оплачиваются в двойном объеме, и что к сверхурочным работам нельзя привлечь без письменного согласия работника. Что тут такого по сравнению с законом хорошего? Ну, просто... Вот без письменного согласия работника, это вот по закону без согласия работника. Ну, правда, без письменного не говорится, просто без согласия. А вот насчет сверхурочных работ, как они оплачиваются, если вот... Ну, если не ошибаюсь, первые полтора часа... Ой, первые два часа идет, ну, там, коэффициент полтора, а последующие два часа... А здесь в коллективном договоре сразу вдвое, да? Да. Ну, вот в этом преимущество, конечно. Вот. Касательно оплаты труда, то, скажем, что должностной оплаты не может быть менее шести минимальных размеров оплаты труда. Так же вроде? Да, в Российской Федерации. Вот я хочу обратить ваше внимание на то, что целая политическая партия КПРФ на выборах предлагала повысить до уровня прожиточного минимума минимальный размер оплаты труда. Никаких, так сказать, требований по повышению зарплаты всем речи не было в программе, а только вот о повышении минимального. Вот. И этот... То, что такое... А что такое шесть минимальных? Вот если у нас шесть мрот, мрот, то где-то пять с лишним, ну, пять с половиной, даже если пять брать, это тридцать тысяч. То есть минимум... По-моему, мрот больше. А? Если не ошибаюсь, мрот больше. Ну, пять-шестьсот больше, пять-шестьсот. Семь, по-моему. А? Семь, по-моему, даже семь. Вы не путаете минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом? Не путаю. Не путаете? Не семь. Вроде. Ну, кто-нибудь, посмотрите, пожалуйста, какой минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации сейчас. У нас тут сейчас все хорошо. Просто я вчера смотрел, по-моему, цифры семь выйдет. Семь? Да. Не знаю, откуда. У нас не зависит от региона. Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации. Просто там в каждом регионе? Уже точно минимум зависит. Есть в каждом регионе, а я спрашиваю, если я говорю в Российской Федерации, значит, имеется в виду средний по Российской Федерации. Там есть отдельная графа по регионам и есть в Российской Федерации. Сразу наберете, сразу даст. МРОД в Российской Федерации на 2016 год. Точная ставка. Кто-то из нас не прав. Сейчас выясним, кто. Надо было на кофе поспорить. Семь с половиной тысяч рублей. Сколько? Семь с половиной. Семь с половиной? МРОД сейчас, да? Да. Ну, значит, вы прав, а я не прав. Видите, как хорошо, когда можно проверить. Спасибо. Продолжайте. Так же... Ну, тогда вот давайте умножать. Семь с половиной умножьте на шесть. Ну, почти с сорок восемь. Вот, то есть меньше, чем сорок восемь тысяч никто не получает тогда в этой компании. Это серьезно? Где вы такой найдете? Ну, то есть в среднем выше по России даже. Да. А минимальный выше среднего по России. Да. И так же коллективным договорам предусмотрены различные льготы работникам. И тоже, по моему мнению, важный пункт о том, что организация обеспечивает всю деятельность по организации для подготовки следующего коллективного договора. И это все, что я хотел сказать по этому коллективному договору. И вот у меня так возникло несколько вопросов, вот такие, ну, несколько критических замечаний. Первое, это то, что там написано, что организация и вот этот правком должен способствовать самоуправлению организации. Ну, я так и не понял, в чем будет заключаться самоуправление, какие будут вопросы решать именно работники, потому что там сказано, что работники могут направить какое-то свое предложение в организацию, и в течение месяца работодатель должен дать все организированный ответ. Но, как мне кажется, именно самоуправлением подразумевает, что все вопросы решаются на месте. И этот пункт у меня лично был непонятен. Там написано всяческими способами, но, по крайней мере, я не видел ни одного способа, которым именно развивается самоуправление. Ну, вот вы знаете, что существует такой закон в России, что если гражданин обратился в какой-нибудь государственный орган, ему должны в месячный срок дать ответ. Вот вы, допустим, сегодня написали письмо президенту, в месячный срок вам должны прислать ответ. От имени президента или там от имени тех, кому направлено было письмо и так далее. Есть соответствующая комиссия, которая распределяет, куда направить письмо и следит за тем, чтобы оно пришло. А такой нормы закона, что вот обязана администрация отвечать на какие-то требования и предложения работников, просто нету, а у них есть. То есть права у работников еще хотя бы получить ответ на свое предложение, соображение, мысли и так далее. Потому что вначале они не могут отменить. Это раз. Во-вторых, вот этот коллективный договор – это и есть участие в управлении организацией. Тут же все стороны есть. Организация производства есть? Есть. Так? Это же совместно решалось. Совместно. Обязанности работодателя обсуждаются. Это разве не самоуправление? Самоуправление. То есть на самом деле этот пункт направлен по существу на поддержку этого коллективного договора. То есть нельзя от этого уклоняться, потому что вы подписали, что вы будете содействовать. Ну так содействуйте, давайте. Вот только что сказано, что будет новый коллективный договор, мы там предлагаем это, это, это. Это не ваш вопрос. Нет, как не наш. Вы смотрите, у нас в коллективном договоре записано к действующим, что вы обязаны содействовать самоуправлению. Мы вам предлагаем, вы рассмотрите, пусть специалисты обсудят, давайте с ними подискутируем на эту тему. И надо, чтобы вы приняли решение, обоснованное с учетом наших предложений и замечаний. Вот, и второй пункт, мне кажется, что этот договор недостаточно гибким, не гибким в том смысле, что он не учитывает различные сложности, которые могут возникнуть в процессе его исполнения. То есть могут быть какие-то экономические причины, которые могут привести к тому, что этот договор выполнить, реализовать будет очень сложно. В этом, мне кажется, нужно прописать какие-то варианты, когда действие от договора может быть приостановлено, либо некоторые положения могут отменяться на время. Как-то так. Вот вы очень хорошо бы выступили от имени работодателя на переговорах такого рода. Вот они это все время хотели, чтобы такое было записано. Потому что на самом деле вот все эти пункты, можно сказать, а какие вы считаете, там есть пункты такие, которые можно в виду изменить в связи с экономическим положением предприятия. Вот если я капиталист, а вы у меня работаете. Если я не могу вам заплатить зарплату в соответствии с тем, как мы договорились, обеспечивающиеся условия, так не надо изображать из себя капиталиста. Я имею в виду себя. Это во-первых. Во-вторых, вот я многократно присутствовал на переговорах. Многократно товарищ Ведотов, начальник консалтинга правового отдела, а сейчас первый заместитель председателя правкома Докера в ЗАО ПКТ, ставил вопрос о том, что давайте, так сказать, данные о финансовом положении организации. Дескать, они плачут, как всегда. Мало денег там, то, сё. Ну, давайте мы вместе с вами поплачем. Давайте данные о финансовом положении. Те, которые открытыми являются. Предоставляют данные? Не предоставляют. Никогда не предоставляют. Ни разу не предоставили. И уж однажды я хотел подловить, там сам выступал директора по режиму, товарищ Конев, и говорит, вот, так сказать, мы тут не можем. Я говорю, ну, хоть вы можете сказать так, вот куда, вот доходы снижаются или растут? Ну, они говорят, что я говорю? То есть, строго-настрого сказано, ничего не выдавать, никаких. И никто и никогда не получил. Нет таких случаев, когда бы что-нибудь о фактическом положении, о доходах, руководители, что-то были известно. Поэтому вам будут рассказывать, как нам тяжело. Вот если я покупаю три острова в Индийском океане, то сами понимаете, как я могу обеспечить положение коллективного договора. То есть, коллективный договор, и как раз он и устанавливает определенный нижний порог, что вот если вы хотите хозяйствовать, то хозяйствуйте. Что показывает практика после этого? Практика показывает, что те организации, в которых такого коллективного договора нет, у них работники хуже работают, и прибыль предприятий меньше. Поэтому надежность вообще, которая обеспечивает коллективный договор, она связана с тем, что каждый работник чувствует себя защищенным и, соответственно, работает. А если вы будете давать нам разбавленную зарплату, мы будем давать вам разбавленную работу. И способов давать разбавленную работу сколько угодно. Поэтому, если руководитель организации хочет гоняться за прибыль, не считаясь с положением коллективного договора, он проиграет. Ну, у меня на этом все. Спасибо. Ну, очень интересно, спасибо. Очень хорошо. А вы же все равно будете выступать? А вы заодно и... А? Кто? Я просто после делаю. Почему это после? Ну, выступаем. Ну, не знаю. А кто? А вы, кто собирался выступать? Кто собирался выступать? А, нет. Вы собирались выступать, да? Да. Ну, хорошо. Ну, давай тогда после тебя иду, 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 иду. Ну, давай, иду, иду, иду. Ну, хорошо. Ну, я думаю, что, можно быть, пусть он и добавит что-нибудь, да, сначала, раз он хочет добавить, раз он... Я хотел бы сказать о том, то, что если идут уступки с точки зрения гибкости от работников... Нет, если хотите что-нибудь сказать, то сюда выходите, тогда слышно вас не будет иначе. Ну, потом тогда добавите еще. Сразу и по первому, по второму. Хорошо, вы будете рецензентом. Нет, это ладно. Давайте. Ну, я не буду тогда... Назвать себя надо сначала. Ардиона Александра Павловна. Вот, Ардиона Павловна, пожалуйста, будьте добры сделать доклад. Я не буду рассказывать о словчих моментах, так как уже было много сказано по этому поводу. Я нашла некоторые интересные моменты, о которых я не слышала пока что. Да они не способны найти, эти люди, которые до этого выступали. Давайте. Это очень мило. Так вот, в первую очередь мне хотелось бы сказать о том, что в коллективном договоре в этом присутствует пункт о конфиденциальности, данных, которые должны соблюдать сами докеры. То есть докеры должны... Не выболтывать, какая у них хорошая зарплата. Да, ну, не выболтывать, какая у них плохая зарплата, скорее, наверное. Сколько вам? Да, хватает на куривание и на питание. Что касается, например, приема на работу, то меня заинтересовал пункт про преимущества приема на работу родственников... Тех, кто получил травму, да, или такую несуммиссию с работой, по крайней мере. Да, вот. Что, ну, при условии, конечно, что они подходят для этой специальности. То есть преимущества давать им. Это вообще интересный такой пункт. С одной стороны, он как бы дискриминирует всех остальных, но с точки зрения закона он не дискриминирует остальных. С точки зрения трудового кодекса, потому что... Ну, потому что статья 3 о запрещении дискриминации сферы труда, классическая, не является дискриминацией установления различий, исключения предпочтений, а также ограничения прав работников, которые определяются свойственными данными вида труда, требованию восстановленного федерального закона, либо обусловленной заботой государства лиц, отмуждающихся в повышенной социальной правовой защите, либо установленным настоящим кодексом, или в случаях их порядки, которые и предусмотрены в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания максимального баланса трудовых ресурсов, действия в страилитетном порядке трудового трудоустройства граждан Российской Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней политики. Да, это очень хорошо, что вы это заметили, потому что тот человек, который начинает читать какие-нибудь кодексы, уголовные и другие, тот начинает замечать, что там это вправе, с точки рядом, сначала что-то сформулировано, а потом говорят «но». В тех случаях когда, и, так сказать, прямо противоположные. Например, есть оплата работников, работающих в районе Красного, Крайнего Севера, да? Да, и как раз Крайнего Севера. А в приравненных к ним уже меньше все льготы. Ну, если они приравнены, так как, а почему льготы тогда меньше, если они приравнены? Или, если вы, например, рассматриваете, в течение какого времени должен проходить суд, ну, вообще время рассмотрения вопросов, в месяц, но, в следующий абзац, ну, в случае, если, как, таких-то обстоятельств, прокуратура районная может до трех месяцев продлить. Все, успокоится. Потом, говорит, «но», в случае, если все, то городская прокуратура может продлить до года. Потом, «но». И так, например, товарищ Шутов, который уже умер в тюрьме, он просидел два с половиной года. Еще до того, как он, только в наследстве еще. А потом, во время суда, как-то тянется суд, он как бы, он не может, нельзя его судить, потому что он плохо болеет, он не согласился, чтобы его операцию делали в тюрьме, в тюремной больнице. А в другом вас не выпускаем. И, так сказать, его держали до выздоровления. Так что он в итоге, вот до начала того судебного заседания, просидел в СИЗО пять лет. Так что вот такие ситуации в праве вообще бывают. Это, во-первых. Во-вторых, здесь в одних случаях речь идет просто о том, вот, так иногда ставят вопрос, что может быть выше одной, выше человеческой жизни, ценнее, что? Две человеческие. Да, вот вы знаете уже, две человеческие жизни, а три тем более, правильно? А здесь о чем? Здесь еще идет речь о том, что вот человек говорит, почему это вы меня не взяли? А тут речь идет о том, что семья осталась без кормильца. Как? Вот если вы сравниваете два, два и две этих ситуации, государству должно пойти, какое решение принять? Ну, в соответствии с тем, с тяжестью вообще того, нарушения, так сказать, или ухудшения положения работников, правда? Дескать, это мы не работники. Вот он был работник, а это его семья, нас она не касается. Ну, вот, согласно коллективному договору, касается все-таки семья, да? И тогда и семья относится к работе по-другому. Она знает, что и даже к заводу, к этому, или предприятию, что она знает, что не будет брошено на случай. Ну, мало ли что случится, правда? Так. Ну, вообще еще, что касается семьи, им предполагаются денежные компенсации за, ну, в случае смерти кормильца или одного члена семьи во время рабочего процесса, то есть в половине своего процесса. Что дальше? Дальше мне еще очень стало любопытно про медицинские осмотры, потому что, как написано в коллективном договоре, представители правкома могут участвовать в составлении заключений по результатам медосмотра. А, видимо, предполагается, что такая практика должна исключить всяческие подлоги и другое, но что-то мне подсказывает, что она не совсем эффективна на практике. Дело в том, что, вот, если, вот, читайте, я работодатель, генеральный директор, я решил тут устроить медосмотр, а вы получаете большую зарплату, а вот тот товарищ, который хотел тут с вопросами, он мне не понравился, потому что он хотел тут выступать, все, слишком много выступать. А я вот, кто оплачивает? Кто оплачивает вот эту всю операцию? Я оплачивает, то есть организация оплачивает, я вот, а вот главный ответственный от медицинской организации. Вот присмотритесь к товарищу, это, наверное, не может быть такого, чтобы у него не было никаких противопоказаний. Как вы считаете, такого не бывает? Просто недообследованный он, правда? Он просто еще недостаточно внимательно послушали, посмотрели, а если посмотреть, так он все больны. Вот, раз и написали, а потом, значит, вот тут сидит, вот вы, как представитель профсоюза, говорите, нет, это дело не пойдет, потому что вы, так сказать, какое-то связи особо, и другие вы такие-то не предъявляли, других этого не требовали. Я думаю, это не очень понятно, ведь когда уже результаты заключаются на досмотре, то уже, в принципе, написан же отчет. А я вот вам... Не врачи, ну, как бы, не собираются же все врачи и не обсуждают каждого диагноза. Нет, вот отчет, это же вопрос о профпригодности, а не вопрос просто о медицине. Вот вы больны, это отчет медицинский. А пригоден или не пригоден, это вопрос не медицинский только, это вопрос профессиональный. Может он работать или не может, да? Давайте, вот мы с вами прием решение, что он работать не будет, зарплату получать не будет, до свидания. О точке зрения работодателя я вам расскажу такой эпизод. Вот сидела юрист генерального директора Южилина Евгения Валерьевича. Она говорит, вот товарищ саржент, председатель правкома, он находится на ставке Докера, но освобожден согласно коллективному договору от работы в связи с тем, что он избран председателем профсоюзного комитета. А он, говорит, вот на ухо ту, то есть работа его Докерская привела к тому, что он на ухо, говорит, не слышит. И сюда просит подойти к другому уху. Так она и говорит, ну раз он не может выполнять обязанности Докера, а выполняет он сейчас обязанности председателя правкома. И давно, и до самой смерти своей выполнял обязанности председателя правкома. Давайте его уволим, поскольку у него профнепригодность. А профнепригодность связана с тем, что он непосредственно к докерской работе не может. Что говорит толковый генеральный директор? Он говорит, так, давайте эти документы, вы мне сказали, но я же не обязан увольнять. Вы мне дали основание для увольнения, да? Вот, у меня есть основание вас уволить. Вот я вот взял, открыл ящик, положил сюда. Пусть полежат. И все, и не уволят. Ну то есть разные же бывают работодатели. Мы же не так с вами рассматриваем, что вот работодатели обязательно какие-то глупости делают. Он понимает, что вы же не докером работаете, а работаете председателем правкома. А уволили вас потому, что, видите ли, вы не можете выполнять докерскую работу. Или это привело бы к тому, что его бы уволили, а его бы перевели на профсоюзную ставку, и тогда он был более бы независимый. Ну, профсоюз его бы стал оплачивать. Если вам лучше стало бы, не лучше. Поэтому вот тут продуманы эти вопросы. Тут никто не лишает права эту комиссию принимать решение, но она выслушать-то может. Ну вот вы, скажем, вы выступаете с докладом, вы можете согласиться с тем, что я говорю. Можете, нет, ваш доклад. Вы можете сказать, нет, я не согласен. И пошли в свое, и что-то такого плохого. Ну, выслушать же это. Можете же выслушать. Так, идем дальше. Далее, что касается рабочего процесса и особенно ущерба, нанесенного работниками, имуществу работодателя, то здесь очень интересный пункт, который касается того, что работник, в принципе, он достаточно защищен от произвола работодателя, это касаемо того, что работодатель не может просто взять и сказать, что вот, ну, ты меня тут имущество выпортил. Там очень много расписано пунктов, в том числе то, что осмотр места происшествия, он, ну, то есть там при малейшем несовпадении в том, как вообще выглядит рабочее место, вызывает сразу, ну, то есть это означает, что работник непричастен, как-то, если говорить. Ну, да, в случае, скажем, каких-то, скажем, поломок, так, потом какого-то ущерба нанесенного работодателя, кто нанес? Или это нормальный производственный риск? Ну, вы же понимаете, что машина ломается? И обязательно в какой-то период они сломаются. Так скажут, вы сломали, вы в то время работали. Ну, раз вы сломали, вы платите полтора миллиона. Один вариант. Или, говорит, это нормальный производственный риск, а вы что думали, машина не ломается? Ну, тогда у вас никто работать не будет, если вы думаете так, что у вас каждый раз, при каждой поломке должны платить рабочие. Вот это тот самый ситуацию. Да, вот здесь, мне кажется, все-таки коллективный договор является наиболее эффективной такой частью, что по части защиты работников именно. Далее. Не только вот защита, а это коллективный договор представляет собой, вот мы об этом уже говорили раньше на предыдущих занятиях, о том, что это вот предупреждение возможных конфликтов, каким образом? Потому что они регулированы, эти конфликты, до их возникновения. Ну, мы можем подумать, какие могут быть конфликты, правильно? Можем. Ведь люди пишут, которые… Генеральный директор знает, какие бывают ситуации, он там 20 лет, может быть, работает. То есть, члены профсоюза, они что, не знают, какие могут быть ситуации? Да, они его прекрасно знают, потому что у них все на глазах. Они тоже. Там, или председатель правкома, члены профсоюзного комитета, они тоже знают это хорошо. Значит, это что, нужно каждый раз ждать, когда будет этот случай, тогда начинать пререкание, или лучше сразу регулировать эти вопросы? Когда событие произошло, смотрим коллективный договор, и нету никакого конфликта. Вот, потому что даже наше вот обучение, конфликтология, оно как бы располагается, если вот конфликт, то мы будем делать так. А нельзя вот делать так, чтобы конфликта не было. Вот это же хорошо. Вот в этом смысле это замечательный инструмент, причем мы берем такие конфликты, которые являются наиболее массовидными. Ну, где еще больше конфликтов, чем в трудовой сфере? Ну, все связаны с трудом, все до единого. Или одни даже не трудятся, являются руководителями, там и собственниками. Все равно они связаны с этими самыми конфликтами трудовыми. Поэтому, если мы в этой сфере приучаемся сначала думать, чтобы не было конфликтов, а не тогда, когда конфликты разразились, мы начинаем собираться. И уже люди злые, недовольные, настроены как-то враждебно, и вот они пытаются дальше решить вопрос. То есть, это вот предупредительный характер имеет все это. Регулирование конфликтов до их возникновения, чтобы их и не было. А, значит, конфликты будут по тем пунктам, которые не урегулированы коллективным договором. Ну, в самом коллективном договоре, поэтому немного именно написано про сами споры коллективные. Там есть один пункт, кажется, о том, что кем они урегулируются. А это написано в законе, там ничего против, там ничего не делаешь. Вы не можете там эту процедуру изменить. Далее, мне очень понравился пункт, что если по вине докера произошла проверка знаний или такой же инструктаж, то есть, если он нарушил какое-то правило, и необходимо провести инструктаж или проверить знания всей команды, то ему не оплачивается время этой стажировки. Это такое интересное, мне кажется. Ну, и правком подписал, говорит, вы занимаетесь, конечно, а как? Тоже так, требования к работникам. Далее, что касается учеников докеров-механизаторов. Ученикам докеров-механизаторов за время теоретического обучения по направлению организации выплачивают 50% тарифной ставки докера-механизатора, а за время прохождения практики в бригаде произведите оплату в соответствии с законодательством РФ. Собственно, законодательство РФ гласит, что работа, выполняемая учеником на практических занятиях, оплачивается по установленным расценкам. Тут еще тоже очень интересно, потому что, если говорить о статье 204 Трудового кодекса, то она предусматривает, что размер стипендий, который выплачивается ученику, она равна, она не может быть ниже установленного МРОД, и то есть непонятно, выиграют в итоге ученики или нет, потому что... Как непонятно, если МРОД, вот сейчас только что мы выяснили, 7,5, да? А половина докерской ставки, тарифа там, скажем, 40 тысяч. Есть разница? Нет, я не знаю просто сколько. Нет, я говорю, вот как, вот что написано. Ну, докеры, докеры – высокооплачиваемые работники. Вот за ОПКТ 80, 70, 90. 80, 70, 90. Половина. Половина. 10 тысяч. Вот. Кроме тарифной ставки у них еще есть приработок. То есть тарифная ставка, допустим, не 90, а где-нибудь 60. А тут половина – это 30. А так они получают 7,5. 7,5 на преобучение. А учаться надо долго, а человек должен прожить. А как он проживет-то на 7,5? И тяжелая работа. У ученика, разве не тяжелая, да еще и опасная, потому что он еще ученик. И может, так сказать, ошибиться, может не то сделать. Типендия – это вообще больная тема. Это вам завидно просто, что вам маленькую стипендию платят, а им большую. Составьте коллективный договор, установите там половину тарифной ставки профессора и живите припевающей. А никто не составил. Так вот, куда надо было идти. На конфликтологию в докере. Далее. Что касается премии и прочего, у докеров, в данном коллективном договоре прописано, что в день работников водного транспорта им оплачивается двойная ставка, то есть двойной размер платы. Видимо, очень везет людям, которые работают в день водного транспорта. Работников водного транспорта. А далее. Таких работников водного транспорта сколько угодно, а таких компаний, где такой записан в полдоговор пункт, одна. Я и говорю, что этим работникам. Да, этим работникам. В том-то и дело, да. У них же смены. Еще очень интересно, что в обязанностях работодателя прописано, что его усилия должны быть направлены на то, чтобы последовательно сокращать количество работников, занятых в ночную смену, без снижения интенсивности обработки судов, вагонов и других транспортных средств. Я не представляю, как это применим на практике, если честно. На практике применим. Вот так. Днем вывести больше работников, чем ночью. И за день сделать в три раза больше, чем за ночную смену. Можно же все размазывать одинаково. Вечер, день, ночь. То есть, вот разделить на три части. Самое простое решение, да. Эти работают в день, эти работают в вечер, эти работают в ночь. А можно сделать вот так. Днем основную сделать работу, пока светло, и больше перегружают, и больше задействована техники. В ночную работу продолжают работать, а хорошо бы, если бы корабль ушел до 12 часов и попал в морской канал. А не стоял. Потому что чем дольше разгружается корабль, тем хуже. И для порта, и для тех, кто является пароходчиком. Потому что это большие очень деньги. Потому что это нормально. Можно и так организовать, но надо думать, как это делать. Вот он к этому. Потому что ночная смена – это что такое? Это разрушение здоровья. Правильно? Безусловно. Значит, коллективный договор предполагает, что надо вот этот риск минимизировать, а не делать это, как ни в чем не бывало. Тут причем не такая ситуация, как в доменном производстве. Там ничего не сделаешь. Там вы не можете вывезти меньше. В кодексе предусматривается, что возможен найм работников на ночные смены только. Так вот. Возможность – это одно дело. Надо ли такой возможностью пользоваться? Видимо, не надо, раз они все-таки сокращают. Ну, все-таки, все равно такое противоречие есть в этом пункте. Далее. О гарантиях работников, входящих в состав коллегиальных органов профсоюзных организаций. Не производить по своей инициативе увольнений перевод на другую работу либо в другой коллектив и не налагать дисциплинарного взыскания на членов выборных органов профсоюза без согласия соответствующего профсоюзного органа. Видимо, это ситуация, как с депутатами. Неприкосновенность. Это неприкосновенность для тех, кто находится под угрозой. Потому что они же ведут переговоры, они же выступают от имени работников. Они как бы на линии. Они видны, как те, кто выступает в спорах с работодателем. Это не просто неприкосновенность. Это неприкосновенность на то время, пока они эту функцию выполняют. Потому что они подвергаются такой опасности. А что говорит по этому поводу Трудовой кодекс? Трудовой кодекс что говорит? А Трудовой кодекс говорит следующее. Увольнение по основанию предусмотренного пункта 2 и 3 части 1 статьи 81 настоящего кодекса допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного кодекса. А вот теперь вас могу проинформировать, что вот раньше было в законе, в кодексе законов о труде, ГЗОЦ, до 2001 года, записано, что вот так, как в коллективном договоре в этом. Потом было написано, как вот вы сейчас прочитали, только руководители, то есть председатель и зам. А потом один предприниматель подал в Конституционный суд, говорит, это же дискриминация, как это, почему вот сидит рядовой член профсоюза, его можно уволить, а вот председателя и заместителя нельзя. Это дискриминация. Давайте уберем это, требую объявить эту норму антиконституционной. И что Конституционный суд? Конституционный суд во главе Зорьки признал ее антиконституционной. И у вас, если вы возьмете свежее решение, свежий экземпляр Трудового кодекса, там есть сноска, что это не действует в соответствии с решением Конституционного суда. Никакой защиты нет сейчас. А речь идет о защите не тех, которые избраны на профсоюзную работу и оплачиваются из профсоюзных средств, а тех, кто как раз работают непосредственно рабочими, докерами. И если они избраны в председателе или заместителе, или в органы, их никто не защищает. Увольняют их и все. А как вы понимаете, давайте, говорит, зачинщиков от коллективного договора уволим и посмотрим, какой будет коллективный договор. И сэкономим. То есть ситуация вот тут как раз ухудшилась. Но вот в данном коллективном договоре это сохраняется. Почему? Потому что работники использовали ту возможность, что в коллективном договоре может быть лучше, чем условия рабочников. Лучше, чем записано в законе. Хуже не может быть, а лучше, пожалуйста. И они участвуют в формировании локальных нормативных актов. Творят право. Вот мы тут говорили о самоуправлении. Это не просто самоуправление. Люди участвуют в создании правовых норм. Это же правовая норма. Локальный нормативный акт. Коллективный договор. Обязательный для всех участников процесса в пределах этой организации. Закончил. Хотела бы статьей, точнее пунктом коллективного договора о том, что лиц, предоставляющих работодателя в виновных нарушениях или невыполнениях обязательств по коллективному договору соглашений, подвергать дисциплинарным взысканиям, налагая на них установленным законом порядка. Налагая их установленным законом порядка. Так а что, в чем тут идея? В том, чтобы подвергать штраф у тех, кто нарушает коллективный договор. Вот. Понятно. Понятно. То есть, тоже вот это очень важно. Дальше. Есть такие нормы права, которые никаких мер не предусматривают. Например, записано повышение уровня реального содержания зарплаты в 130-й и 134-й статье. А ответственности никакой. То есть, должны были бы зарплаты и доходы повышать более высоким темпом, чем идет инфляция. А никаких не написано ни в уголовном кодексе, ни в кодексе о нарифтативных правонарушениях. А здесь, товарищи, подумали, как полагается, если вы что-то делаете обязательным, так будьте добры продумать меры ответственности. Тут еще есть пункт о том, что по требованию указанных профсоюзных органов, работодатели обязаны расторгнуть трудовой договор должностным лицом, если оно нарушает законодательство профсоюзов, не выполняет своих обязательств по коллективному договору или соглашению. Ну, это замечательный пункт, правда? То есть, не просто, что я сказал, вы обязаны. А что, если я не сделаю? А ничего. Очень хорошо. Спасибо вам большое. Вы углубили наше понимание? Нет. Вы, да? Давайте. Да, дальше в порядке. Нормально. А что, вы еще хотите? Да, давайте еще. Да, вроде еще. Хочется, сидите. У нас еще есть время. На самом деле, в эту ситуацию уже слишком много не добавишь, поэтому... Ну, кто как подготовился? Ну, кто как повел? Можно сказать, что все, что до меня говорили, это наплевать и забыть. Сейчас я вам расскажу, как на самом деле оценивать коллективный договор. Вот это я понимаю. Почему ты не добавишь? Нет. Я могу описать, как раз таки, вот это, но я хочу сказать о том, что главная суть, как бы по сути всего этого договора состоит в том, что РПТД может принимать решение после согласования или подтверждения от профсоюза. Вот, в этом состоится, так как невозможно выпустить приказ какой-либо без согласия от профсоюза. Абсолютно точно. Так что так. Это основная суть этого договора, как я считаю. Вот товарищи Дохеры так объясняли Шишкаржову и самой ЗИЛ, который по их образцу сделал договор ЗИЛа. И там вот это стоял пункт, был принят пункт такой же. Он говорит, теперь это уже, если других пунктов никаких нет, а уже ничего не может сделать плохого вам, работодатель, если есть такой пункт. Потому что не дадите согласия, и все. Ну, потому что, как правильно было подмечено, то, что условия могут быть лучше, но не хуже. То есть, это такой очень хороший институт именно предотвращения конфликтов. То есть, по коллективным договорам он предупреждает конфликты до его начала, до их возникновения. Допустим, если я вот без согласия с вами вам зачет поставлю. Вы же не будете на меня... Нет, это же не конфликт будет. Ну, это и не будет конфликт. Ну, конфликта не будет. А именно коллективный договор предотвращает конфликт. А в таком случае... Скажет, я вам все рассказал, а вы мне не поставили зачет. Ну, вот в таком случае... А я вам взял и поставил зачет заранее, и все. Имею право. Тогда это уже ма, и он выяснится. И конфликта не будет. Или будете конфликтовать. Ну, посмотрим. Если выяснится вся суть, все обстоятельства в этой ситуации, тогда конфликтовать, конечно же, не будет. Смотри, вот такое. Мы ставим за счет, он говорит, если выясним все обстоятельства, тогда не буду поставить за счет. Так, ну-ка поехали дальше. Это шутка. Это представлены условия, которые обязуют соблюдать работодатель и работник в этом коллективном договоре. То есть, работодатель обязуется соблюдать трудовое связанное с трудовыми отношениями, законодательство полностью. И настоящий коллективный договор и требования процедуры. То есть, помимо законодательства, которое защищает капиталистическое общество вообще в принципе, коллективный договор является преградой к... К чему? Преградой к полной капитализации компании. То есть, когда работодатель может делать работникам все, что угодно. Это, естественно, защита рабочего. По моему мнению, это должно состоять в любой организации именно такого характера. Но вам работодатель может сказать, что вас защищает закон от всяких злоупотреблений, а вы еще, вам мало этого, а вы хотите, чтобы сверхзакон еще? Закон можно перевернуть как угодно. Поэтому касательно гибкости договора, то, что сказал Андрей, почему ее не должно быть? Потому что гибкость, она будет как в сторону правкома, так и в сторону работодателя и совета директоров. Соответственно, уступок, которые могут быть посередине, их не может вообще в принципе состоять и увидеть существование. Поэтому именно в таких коллективных договорах, которые освещают рабочего от капиталиста, то есть, как бы, и от работодателя, поэтому должны быть строгие и четкие условия для поддержания этого договора. И самый важный пункт, то, что в случае изменения фирмы, организации этой фирмы, смены владельцев и тому подобных вещей, этот договор все равно будет действовать в том течение, в котором они обусловили его создание. Ну и сколько он будет действовать? А как он может действовать? Уже нет у того предприятия. Взяли и закрыли его. Поэтому на самом деле, это вот, тут кажется, что вроде он защищает, на самом деле от ситуации с ликвидацией никак не защищает. Все, ликвидируется предприятие. Я имею право ликвидировать предприятие? Да, в любом случае. Ну вот, все, ликвидировал, все, до свидания. Вам выплатят там, в связи с ликвидацией за три месяца. С зарплатой, будьте здоровы. И все. И коллективный договор будет действовать три месяца. Пока вы еще не ушли. Ну вот, я именно хотел сказать, что все равно, тем не менее, работодатель, он остается, как бы, он распоряжается своим ресурсом. Потому что он может спокойно объявить банкротство. То есть, на основании каких-либо условий. Бережьте деньги в другую компанию, объявить банкротство, тем самым оставився от ликвидного договора. Если ему это будет необходимо. Да, да. То есть, надо понимать, что, тем не менее, вот тут кажется, ой, как здорово защищают работников, на самом деле. Здорово-то здорово. Но если работодатель решил, так сказать, это вот обанкротить предприятие, он может это обанкротить. Взять и перекачал все средства, как вы сказали. Совершенно верно. Поэтому не надо так думать, что уж так уж так здорово они выступают. Но в этом есть определенные условия, так как этот рынок докерства, то есть, он достаточно конкурентоспособный. Делать такие вещи с точки зрения работодателя работающей компании в порту Балтика, это неразумно, потому что придет новая фирма, и когда ты будешь создавать те же условия. Поэтому этот коллективный договор, он является такой категорией, не трогаемой, не прикасаемой. Да. Вот, поэтому он все равно будет исполняться. Вот. Это практика подтверждает. Я вот вам уже говорил, что сейчас ЗАО ПКТ находится в коллективном трудовом споре с выходом на забастовку. То есть, они все прошли этапы переговоров, все, забастовка, все требования выполнены закона, но просто не собираются и не объявляют. И так и нависает эта забастовка. А зачем вам проводить забастовку? Все хорошо, не договаривайся. Переговоры идут под угрозой, так сказать, возможной забастовки, немедленной. Идут очень плодотворно. А раз идут плодотворно, какая задача, что у докеров состоит в том, чтобы делать забастовку просто так? Нет такой задачи. Абсолютно точно. Нам это самим невыгодно. Не выгодно. И мы хотим и работать. Да, совершенно верно. И обеспечивать себя. Они-то не переведут свой капитал в другую компанию. Да, они не переведут свой капитал. Ну и как бы получается, вот эта система как раз-таки с является, потому что со стороны работодателя финансового ресурса, со стороны рабочего, как бы их благо и потребность в получении этих ресурсов, которые распределяет как раз-таки работодатель. Да, не надо сказать, что вот... И они находятся, как обычно, в одной цепи, связке, упряжке, можно как угодно описывать эту ситуацию. И тем не менее, что работодателю, что рабочим выгоден договор, я считаю. Ну вот я, вы можете взять для сравнения, посмотреть сейчас на сайте забаст.com, пишется так, забаст, но в латинскими, точка ком, забаст.com. Вывешен коллективный договор «Уралвагонзавода», который, как известно, делает вагоны, а еще танки, армата. И он, по сравнению с этим, конечно, очень плохой. Это коллективный договор. Его, так сказать, профсоюз, независимый профсоюз «Солидарность», которому меньшинство, он его, так сказать, достал и обнародовал тем самым на этом сайте. Так что можно сравнить. Вот коллективный договор, и вот коллективный договор. Хороший коллективный договор – это эксклюзив, редкость, к сожалению. И поэтому и отсутствие конфликтов таких, которые бы связаны были с тем, что люди, одни требуют, ничего не получают, а другие ни за что не дают. То есть вот отсутствие конфликтов, конечно, тоже редкость. При этом при создании, в любом случае, исходя из этого примера, нужно сделать вывод о том, что при создании коллективного договора необходим четкий структурный анализ предстоящих конфликтов, которые возможны в ситуации этой работы с этих условий труда. Да, конечно. Ну, в пирамиде по прямой. Можно так даже сделать. И по этим самым ситуациями нужно сразу предлагать соответствующие нормы, а как их регулировать. С точки зрения как работодателя, так и работа. Да, совершенно верно. Все? Да. Замечательно. Спасибо. Так, вы хотели нам что-то доброе сказать. Спасибо. Хорошее, доброе. Меня зовут Бескорбная Анастасия Сергеевна. Спасибо за внимание. Вот так вот запомните. Да. Вот я тоже смотрю, насколько меня это слушает. На самом деле мне больше всего, ну, не знаю, странно сказать понравилось, но, по крайней мере, заинтересовало, да, привлекла первую часть коллективного договора. В ней изложены наиболее, опять же, наиболее правовые будет сказать неправильно, потому что весь коллективный договор – правовой документ. Но те положения, которые еще не касаются непосредственно деятельности работодателей или работников, и мне вообще показалось, что это достаточно близким на конфликтологам перечень пунктов. Почему? Потому что у нас в нем прописано и интересы сторон, и также есть субъекты-объекты. Ну, тогда, наверное, по порядку, да, и как раз по этим пунктам пройдем. Итак, в пункте 1.1 зафиксировано, что настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые и связанные с трудом иные отношения между работодателем, который в первом случае, да, у нас назван полностью, это закрытое акционерное общество, первый контейнерный терминал, который далее называется организацией, в лице генерального директора и работниками организации. Далее правку. Что мне понравилось сразу здесь, да, то, что мы видим, первое, это соответствие правовым документам высшего порядка, таким как Трудовой кодекс Российской Федерации, что очень важно. Мы понимаем, что по нашему законодательству те документы, которые вот по своей юридической силе оказываются ниже, не должны противоречить более сильным правовым документам. Поэтому важно, что это было прописано, да, что вот коллективный договор заключен в соответствии с делом голосом. То есть там могут быть положения, которые лучше, чем установлены в законе, вот это имеется в виду, что они, это считается не противоречит закону, раз в законе это записано. А хуже не могут. Далее у нас вот сами отношения социально-трудовые и связанные с трудом. И также мы видим субъектов этих отношений, то есть работодатель и работника, которые также названы и озвучены. А еще один очень важный пункт, прописанный в МЖ, в пункте 1.1, касается того, что коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами добровольно. На основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание. А что это вам нравится? Что это такое? Это общепроходные фразы, которые можно всегда наговорить. Почему? Потому что, опять же, как конфликтологам мне показалось нам это наиболее близко, потому что мы занимаемся уже сейчас медиативными вещами и один из принципов медиации как раз тоже добровольность. Ну и поскольку они... Ну, а как все вы представляете? А как может быть недобровольно? Ясное дело, что это общие фразы. Что вот тут содержательно в этих фразах? Почему это вас привлекло так? Это все могут сказать... Это Моу Витон, да, если этого нету. Ну, вот все это написали. Да, это все равно должно быть. Ну, и оно есть. Но ничего в нем такого. Это можно написать в предисловии к любому коллективному договору, а дальше всякие плохие пункты послать. Дескать, это нас никто не угрожал. Мы сами сделали низкую зарплату, плохие условия труда и все прочее. Нас никто не принуждал. Это написано для того, чтобы труднее было выступать против. Именно, стоит вопросом в основности претензий. Да, что вдруг работодатели или работники начнут выступать. Им сразу обращают к этому пункту и говорят, так а что вы выступаете? Вы голосовали, голосовали, решали, решали. Все, а что вы теперь выступаете? Записано это дело. Никто вас не принуждал. В этом смысле тоже. Вот это такая хитрая штучка лазничная. Да. На случай возможных конфликтов кто-то будет выступать против уже заключенного коллективного договора. Как-то вы выступаете, а вот тут написано все. Вы же только что написали, а сейчас говорите, нет, мы не согласны. Как вы не согласны? Вот тут написано. Да, то есть смысл вот в этом. Да, спасибо. Далее, раз интересы сторон. В конкурсе 1.5 они прописаны, стороны заинтересованы, устойчивые, кстати, тоже сегодня уже оговаривалось, поэтому кратенько, устойчивые находясь в деятельности организации, поддержание обстановки обоюдного доверия и взаимопонимания, достижения высоких экономических результатов и благополучия каждого работника организации. Ну вообще приятно, когда ты подписываешь такой договор, думать, что организация к твоему персональному благополучию стремится, а не только к общему. Ну вот тут возможно, ведь сняты сразу два обвинения. Вы думаете только о прибыли, а вы думаете только о своей зарплате. Ну так давайте сделаем коллективный договор, и это констатирует стороны, что вот он такой. И о том, и о том. Да, и о прибыли, конечно, думает. Еще бы не хватало, чтобы предприниматель не думал о прибыли. Но еще бы не хватало, чтобы, так сказать, работники не думали о том, чтобы их благополучие было обеспечено. Так давайте и это, и это решать. И действительно коллективный договор, как показывает его анализ, это решает задачу. И пункт 1.6 по сути отвечает на вопрос, для чего нам вообще нужен этот коллективный договор, а именно если стороны будут реализовывать все положения настоящего коллективного договора, таким образом это будет способствовать избежанию конфронтации, а возникающие разногласия или недоразумения будут решаться прежде всего путем переговоров. Тоже важный момент, да, как раз о том, что коллективный договор является такой, обладает конфликторазрешающим потенциалом, и именно для того, чтобы... Конфликтор предупреждающим, да. Вот, именно для того, чтобы предупредить конфликты, да, он и подписывается, да, вступает в силу, и как бы для этого он вообще и существует. Далее мы знаем, идет у нас, ну если кратенько, да, буквально по содержанию, во втором пункте описаны основные обязанности работодателя подкомов-работников, где сказано, да, что все обидуются выполнять условия заключенного трудового договора. И огромный, и самый большой получается по содержанию третий пункт, это обязательства работодателя, и они все направлены на различные аспекты деятельности работников. Это организация производства, это обеспечение занятости. Отдельно я вот выделила, да, что прописаны меры, которые необходимо предпринять перед принятием решения необходимости сокращения численности или штата. Также пункт по охране труда и здоровья, и вот здесь важный момент, что стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности организации. Да, то есть мы понимаем, что… Важно, что под этим подписался работодатель, потому что работники, понятно, для них приоритет жизни и здоровья, работодатель подписался под этим, поэтому ему говорят, как же так, вот вы не обеспечили это, это какой пункт? Это пункт, это не совсем пункт, это вот… Преамбул. Да, преамбулок 3.3.1, то есть открывает 3.3. Вот, и здесь же 3.3.25. Не применять дисциплинарных и иных мер по отношению к работникам, обоснованно отказавшихся от выполнения работы вследствие несоблюдения работодателем требований законодательства о труде и настоящего коллективного договора в части обеспечения здоровья и безопасных пункта. Да, то есть если, в том случае, если работник отказывается от какой-то выполнения какой-либо деятельности и как раз показывает, что в трудовом договоре прописано и в настоящем коллективном договоре, что такие действия нарушают его безопасность, каким-то образом могут повлечь проблемы со здоровьем, работодатель не может применить к нему никаких взысканий и обязан его от никакой работы освободиться. Да, то есть нельзя, как любое указание давать, полезай, полезай, на эту высоту я не полезу, потому что есть нормы. Эту норму я нарушать не буду. Дальше 3.3.30. На каждом складе, в каждой мастерской, в каждой комнате отдыха содержать универсальную аптечку, первую до врачебной помощи. Ну, тоже, мне кажется, важно, потому что бывают моменты, когда она как раз может действительно помочь спасти жизнь, поддержать здоровье – вещь важная. Дальше, ну, это такой, не знаю, ладно, пункт 3.3.33. Вот остановимся на предыдущем пункте. Вот скажем, всем понятно, что автомобилистам предъявляется такое же требование, что у каждого в машине была аптечка, да? Это понятно. А на производстве нет, не предъявляется. Вот записали в коллективный договор, теперь там есть. Да. А иначе нет, нет, никого не бывает. Причем, да, не только в… сейчас, секунду. Да. А не только, например, в мастерской, но и в комнате отдыха, и на каждом складе. При том, что она должна быть постоянно укомплектована, да, и, соответственно, все… все содержимое должно быть исправно и соответствующим другом годности. То есть это тоже постоянно должно быть… должно проверяться. 3.3.33 выдавать на работах с вредными условиями труда согласно перечню, а бесплатно по установленным нормам, соответственно, молоко, минеральную воду или пектино-задержащие продукты. Ну, просто вот это вот, да, уже ставшая такой шуткой вещь про молоко за вредность, еще в таком красивом пункте 3.3.33 документально отражена. Мне понравилось просто. Тут можно еще добавить к этому, что в последнее время, как вот везде прошла монетизация льгот, так сказать, какие были там у пенсионеров, там и у других категорий, и тут была, прошла по всей, так сказать, стране монетизация. То есть вместо того, чтобы выдавать молоко, там, пектино-содержащие вещества, которые необходимы для того, чтобы не было разрушения здоровья, человеку дают деньги, но он что на них покупает? Пиво, сигареты, вместо молока и пектино-содержащих, и все. То есть этот вот коллективный договор учитывает некоторые обстоятельства такого рода. Если вы не дадите в натуральном виде, он купит даже детям что-нибудь, а потом умрет. Эти дети останутся без отца. Ничего хорошего. На этот счет тоже есть несколько пунктов настоящего коллективного договора, но, наверное, лучше не об этом. Еще несколько пунктов, касающихся здоровья. Например, 3.3.48. В случае болезни работнику в течение календарного года по заявлению предоставлять 3 дня неоплачиваемого отпуска без предъявления медицинских документов, доставляющих факт заболевания. Тоже такая вещь, которая, мне кажется, должна быть, потому что, опять же, добывать всякий случай не всегда возможно обратиться к врачу, и такая возможность должна быть, и здорово, что она прописана законодательно таким образом. Теперь 3.4. Это у нас обязанности работодателя, касающиеся рабочего времени работника. Буквально пара пунктов здесь, например, 3.4. Это хорошо, солнце. Радуйтесь. Получаем витанишки. 3.4.5. По заявлению работника, работавшего в праздничный или выходной день, предоставлять ему другой день отдыха, в том числе приуроченный к очередному отпуску с оплатой по среднему заработку. Оплату труда за работу в праздничный день производить в одинарном размере. Ну, да, соответственно, тоже, если работник отработал праздник, он может себе на выходной день получить корпус, ну, чтобы обидно не было, приятненько. Ну, не знаю, мне бы понравилось. Дальше у нас идет пункт 3.4.18. Это увольнение работника по инициативе работодателя. Оно, получается, может быть произведено по 3 пунктам. 1. Это сокращение численности или штата. Мы о нем говорили в самом начале. 2. Ввиду несоответствия занимаемой должности или выполненной работе. 3. По причине неисполнения обязанностей, возложенных трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка. Дальше у нас тут 3 момента еще уточняющих. Это первый об увольнении за прогулы. Да, если у работника в течение года не было других дисциплинарных взысканий, ну, за прочие нарушения, оно производится в одном порядке, если были, то в другом. Также за появление на работе состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения увольнение производится при наличии заключения медучреждения и, секунду, и с учетом мнения правкома, да. И последний пункт в этом кусочки. Уволение работников не произошло. Заводите внимание, вот тут профсоюз не настоял, чтобы было по согласованию, потому что профсоюз настроен, если ты напился и пришел на работу, тебя уволят, будь здоров. Большое нарушение, поэтому я согласна. Все, мне кажется, грамотно прописано. Да. Да, увольнение работников не производится до вступления в законную силу приговора суда, до наложения административного взыскания и без предварительного уведомления правкома. Дальше у нас идет пункт 3.5. Это обязанности работодателя по оплате труда. Здесь, один, меня два пункта заинтересовали. Первый касается того, что при отказе работника от выполнения работ не предусмотрено в трудовых договором. Опять же, мы говорили до этого о том, что в таком случае работник может отказаться. Здесь же опять подтверждается, что за это у него никакие дисциплинарные взыскания не налагаются. Это был пункт 3.5.7. И 3.5.16. Командировочные расходы работника оплачиваются из расчета 5-часовых тарифных ставок за каждые сутки нахождения в командировке. Дальше у нас идет пункт 3.6. Про социальные гарантии и льготы. В случае смерти работника в организации, что происходит с семьями. Но, насколько я помню, об этом тоже очень подробно рассказываю, поэтому я буквально тогда пробегусь до конца и на этом закончу. Пункт 3.7 касается гарантии и профсоюзной деятельности работников. В нем говорится о том, что по заявкам правкомов их посмезно обеспечивают нормативными документами. Также им предоставляются необходимые помещения в зданиях и блоках со всем оборудованием, оснащением и прочим. Обязательно обеспечивается реализация права представительства и интересов работников. Ну и в общем остаются пункты 4.5. 4. Это контроль за выполнением коллективного договора, который осуществляется сторонами и органами по пуду. И пятый пункт касается подготовки проекта нового коллективного договора. И в заключение его предшествуют коллективные переговоры, направленные на выводку согласованных решений. Ну это собственно и все. А вот скажите пожалуйста, вы собрались на коллективные переговоры по заключению коллективного договора, с чем придете? С предыдущим коллективным договором. С предыдущим? Ну вот с текущим, который еще не закончился, но уже собирается. А что лучше не можете придумать ничего? Ну… Вот видите, что делаете? Со старым багажом. На самом деле можно взять его, чтобы он был, а взять проект нового и… А проект нового вы хотите просто взять или уже обсудить его в коллективе? Вот, я только сейчас хотела добавить, что можно сразу обсудить, например, да, что не так было в старом с коллективом и… ну или вообще что было не так. Нет, но проект вот вы принесете, который только что написан или который уже обсужден в коллективе и одобрен? Нет, его можно обсудить и одобрить. В коллективом. Тогда как у вас позиция будет на переговорах, что вот дескать… Да. Хорошо. Ну вот спасибо большое вам. Я думаю, что это было очень интересно послушать все доклады, которые сегодня прозвучали. Вот. И я хочу поблагодарить всех докладчиков, и тех, которые раньше выступали, и тех, которые сегодня выступали, потому что, ну вот вы видите, это для всех и полезно, и интересно. Ну и, можно сказать, входит в стержневую систему, так сказать, подготовки конфликтологов, потому что конфликты лучше предупреждать. И таких средств предупреждения конфликтов-то очень мало. Вот в сфере трудовых отношений по существу коллективный договор – это универсальное такое средство. То есть он не предупреждает конфликты по тем вопросам, которые не регулированы. Но в нем уже… Но в нем уже записано, в этом самом коллективном договоре, что все вопросы, так сказать, новые, возможно, по которым могут произойти конфликты, все эти вопросы решаются в духе взаимопонимания, партнерства и так далее. То есть надо сказать, что такой потенциал очень большой. Я в заключение хотел сказать об одном, что вот каждый такой коллективный договор пишется, на самом деле, одним человеком. как всякое серьезное произведение, как один писатель или двумя человеками и так далее. То есть это вот такая редкость. Хороших коллективных договоров очень, на самом деле, мало. Автор вот этого проекта по существу, который, конечно, потом обсуждается, рассматривается, даются дополнительные замечания, предложения, в этом много людей участвует. Но обычно вот проект пишет один человек. Когда говорят люди, я скажу, вот мы придем на переговоры. Вы с чем придете? Ни с чем. А с чем вы придете переговариваться, когда у вас ничего нет за спиной? Поэтому очень важно, чтобы сначала был проект, который был бы обсужден всесторонне, с работниками, и чтобы представители работников пришли уже с позиции работников. А не с тем, что написал Иванов, или Петров, или Сидоров. Вот автор этого, товарищ Федотов, Константин Васильевич, сейчас он работает первым заместителем, председателем правкома ЗАО ПКТ, а до этого он был начальником консалтинга правового отдела правкома докеров, объединяющих все компании порта, которые имеются в порту. Всех работников, принадлежащих к профсоюзу докеров. Вот. Он имеет экономическое образование, закончил по экономической специальности Лестехническую академию. Ну и как-то на переговорах был, и тут вот надо специалистом по экономическим вопросам. Говорит, так вот он и есть специалист. А потом он закончил у нас в университете. У нас был институт повышения квалификации, я там работал, я был его научным руководителем. Он закончил у нас институт повышения квалификации по праву, по правоведению. И получил второе высшее образование. То есть он экономист и правовед. И кроме того, дипломная работа у него была, вот у нас в институте повышения квалификации, это проект Трудового кодекса Российской Федерации. И вот мы с ним после этого, так сказать, вот его дипломную работу, этот самый проект Трудового кодекса мы двигали как проект фонда рабочей академии. Поэтому человек он очень квалифицированный. И поэтому, благодаря вот такой высокой квалификации и хорошей работе, то есть то, что он получил образование и экономическое, и юридическое, и сам очень так, и человек способный, и талантливый. Дело в том, что я его узнал, так сказать, с точки зрения общественной, там, профсоюзной работой. А потом я как-то разговариваю с женой. Она мне говорит, так а это вот он у нас там учился. Дело в том, что она принимает кандидат физмат-наук, доцент на кафедре высшей математики. И друг говорит, идут заочники, тройки, 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 потом говорит, я принимаю пять, пять, пять. Отлично. По математике. Я говорю, а кто это такой? Федотов. Ну вот, так сказать, человек, который, можно сказать, всесторонне подготовлен. И это говорит и о том, чем мы должны заниматься, вот студенты, в этом смысле. Что если человек имеет хорошую такую подготовку, хорошую квалификацию, то, разумеется, он будет в тех ситуациях, которые складываются, выигрывать. А как может выиграть конфликтолог? Он должен вот в каждой конкретной ситуации найти такое решение, которое предупреждает конфликт и разрешает имеющиеся. И разрешает имеющиеся ни в каком плане. В плане прогресса, а не в плане отката назад. Можно ведь по-разному разрешать конфликты. Правда? А у нас тут определенные критерии. По линии движения вперед, а не по линии отталкивания. По линии развития участников процесса развития производства, или, как здесь написано, и в интересах охраны жизни и здоровья, и развития работников в интересах развития предприятия. Потому что если предприятие не развивается, все проигрывают. Все проигрывают. И сейчас есть такие люди. Зачем мы будем развивать производство, оно капиталистическое? Ну хорошо, но другого нет сейчас производства. Ну давайте никакое не развивать. Тогда у нас сейчас придут, так сказать, люди из других государств. И мы будем тогда иметь другое производство, как у нас и так много производства уже, которое принадлежит вовсе не гражданам России. Так, хочу вас поблагодарить и наметить наши планы на будущее. Кто у нас собирается еще выступать? Раз, два, три. Хорошо, вот в следующий раз у нас есть три доклада. Мы с удовольствием их послушаем. Будет еще больше. Ну хорошо, значит, я думаю, что вы все внимательно слушали, обогащены, и найдете еще всякие интересные моменты, которые нам будет приятно узнать. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.